Бизнес-ланч Парк-отель существует с 2005 года Это большой комплекс с вместимостью 500 человек На территории работы для гостей несколько ресторанов Ночной клуб, бассейн, бани, хамам, боулинг, уличные беседки, рыбалка Комплекс довольно большой и интересный для гостей Расположен он недалеко от МКАД в 30 километрах Очень удобная транспортная доступность Как по платной дороге, так и по Пятницкому шестеру Окрестности красивые? Окрестности лес и дачно-коттеджный поселок Ну, хорошо, давайте теперь непосредственно в гости к вам отправимся Сейчас, когда границы закрыты, внутренний туризм В том числе и в Московской области показывают неплохой прирост Несмотря на 2020 год, на ограничительные меры, на период самоизоляции Все-таки лето и часть осени были достаточно неплохи в плане показателей Какие перспективы сейчас? Какие меры предпринимаются вами при встрече гостей? И на что настраиваться гостям? Какие-то, может быть, моменты сейчас не будут доступны Сегодня уже гостям все доступно практически Есть требования по перемещению по территории Это масочный режим Также при входе в любую рабочую зону Вернее, в гостевую зону Ресторан или хамам, ванный комплекс Необходимо пройти дезинфекцию рук, термометрию И так-то, в общем-то, больше никаких ограничений для гостей не существует В основном сложности для персонала Это своевременные обработки ежечасные Это дезинфекционные всякие меры То есть регламент Да, то, что требует Роспотребнадзор Плюс это дополнительные журналы и документы оборот Которые мы ведем и отчитываемся Отчеты еженедельные С фотографиями, как это все обрабатывается Заполнены ли склады всем необходимым и так далее Это, собственно, такие вот ноу-хау С чем мы раньше не сталкивались По поводу, что ждет гостей Ну, гости получат комфортные и удобные условия Единственное, что явно ожидается, собственно, повышение цены Так как спрос на гостиничные, загородные услуги есть Ну да Соответственно, все пытаются заработать на верстай 2020 год Ну, давайте, какой средний чек сейчас Если, например, приехала к вам семья, двое взрослых, один ребенок Я, честно говоря, не знаю Какой стандартный расклад посетителей Ну, сейчас надо еще понимать, что все отели работают по динамичному ценообразованию Которые привязаны к сезону и к загрузке То есть, если загрузка высокая То, если мы говорим про полный пансион То, если мы говорим про полный пансион То средний чек это 5900 за номер двухместное проживание с питанием трехразовым Ну, это у нас именно По рынку цены там 4-5 звезд Это и 16-20 тысяч Не, ну, верхние, понятно, планка Это может быть... Есть еще выше, да Сегодня там сегменты 4-5 звезд там все заняты Даже в низкий сезон Эконом сегменты чуть посвободнее Особенно большие отели У которых больше двухсот номеров Ну и цены у нас более демократичные Сейчас вы возвращаетесь к активному приему посетителей А в прошлом году кадровые вопросы были сложности? Потому что, насколько я понимаю В самом сегменте туристического бизнеса И в гостиничном бизнесе В связи с пандемией была такая жесткая текучка Потому что люди теряли работников по разным причинам Ну, мы прошли данный период, скажем так, хорошо Благодаря администрации Солончногорского района Какими? Именно Татьяне Владимировне Лещевой То есть мы подали заявку, что хотим как-то помочь В период пандемии Внести свой вклад И развернуть себя на территории обсерватор Сложности возникли с персоналом, который был не готов работать И с персоналом, который не понимал, что обсерватор Это прием здоровых людей Которые, собственно говоря, контактировали с карантинными зонами И мы работали на вывозные рейсы из-за границы То есть граждан РФ возвращали на территорию России И они должны были посидеть в изоляции Под наблюдением, что у них там нет признаков заболеваний Что все здоровы И, в общем-то, дальше их отпускали И вот благодаря администрации Солончногорского района Мы работали, сохранили все рабочие места Единственное, что не пользовались аутсорсингом Обычно у нас в сезон, как правило, это штатный аутсорсинговый персонал Вот аутсорсинг мы не приглашали А штатные все сохранились, все проработали Персонал получил новый опыт Он стал разбираться, что такое СИЗы, средства индивидуальной защиты Что такое спецодежда Как пользуется химия определенная В общем-то, такой своеобразный опыт мы получили Ну, то есть, такое повышение квалификации Повышение квалификации Научились работать с пластиковой посудой Тарой, с чем раньше не сталкивались Рестораны переквалифицировались Ну, сейчас, когда вы возвращаетесь уже к нормальной работе Ближайшие праздники, насколько я понимаю Это Масленичная неделя Сейчас что предлагаете вы посетителям Какие-то, может быть, мероприятия Ну, понятное дело, что, наверное, меню разнообразили Да, однозначно у нас будет специализированное блинное меню Уличные гуляния с ансамблями народных песен и плясок Также будут специальные конкурсы Сжигание чучела традиционно Анимационные активности, связанные с масленичными традициями Все праздники, все выходные, все загородные отели Мы, в том числе, подгружены неплохо Ну, насколько я понимаю, опять же, опираясь на динамичное ценообразование Масленичная неделя, это зона особого внимания И здесь надо настраиваться Цены будут повыше, да Кто заранее подумал о своем отдыхе в эти дни Тот, конечно, сэкономит Ну, а вообще, средний ваш клиент, ваш посетитель Это отдых выходного дня или какие-то другие моменты? У нас есть как отдых выходного дня Как бы, если это не сезон, как мы говорим сейчас Вот, март-апрель, это самый низкий сезон в гостиничном бизнесе В основном это загружены только выходные Если мы говорим про лето и зиму, то это и будни тоже загружены Люди заезжают на неделю, отдыхают Кушают, посещают бассейны, оздоравливаются, дышат свежим воздухом Ну, то есть это такое спокойное времяпрепровождение Или все-таки на эти, на выходные дни На выходные, как правило, все поактивнее Людей побольше и плотность побольше Извините, там даже в ресторан люди должны будут записаться, чтобы сесть до столика То есть те, кто питается по системе, все включено через шведский стол Там проблем нет А кто хочет пойти посидеть хорошо с бутылочкой вина вечером То им лучше забронировать столик заранее Кто хочет пойти там поиграть в боулинг-бильярд То уже лучше забронировать себе столы и дорожки заранее Хорошо, а то, что касается горизонтов планирования По поводу бронирования номеров Какой запас по времени нужно иметь, чтобы комфортно к вам попасть? За месяц Лучше подумать о своем отдыхе за месяц Тогда и самые лояльные цены И когда вы выбираете отель, вообще лучше подумать В какое время года вы едете Надо понимать, что весна, осень, цены пониже Зима, лето подороже За месяц цены ниже Ближе к заезду за 2-3 дня Будут повыше В чем вы видите плюсы парк-отеля по сравнению с конкурентной нишей? Какие можете назвать плюсы? Мы даем больше Ассортимент предлагаемых услуг? Да, ассортимент услуг однозначно больше, чем во многих отелях По памяти даже не скажу, кто может похвастаться боулингом Например, у нас очень хорошие боулинговые дорожки У нас спортивная инфраструктура развита У нас аквазоны развиты Хамам, бассейн, русские бани, финские сауны То есть мы даем больше То есть мало комплексов, у которых на одной территории все есть У нас ночной клуб с дискотеками, караоке Не мешает другим? Нет, не мешает, это все отдельное здание Это прекрасно Напомню, что у нас в гостях в программе «Бизнес-ланч» Сегодня исполнительный директор загородного комплекса «Тропиканопарк» Анна Потанина Анна, то, что касается мероприятий Насколько я понимаю, активности, анимация — это контракты с приглашенными фирмами? Или у вас есть какой-то свой пул внутренний, на который вы опираетесь? У нас есть штатные сотрудники в виде старшего аниматора, арт-директора и взрослого и детского аниматора Остальные — это приглашенные сотрудники Насколько удобнее вот в таком плане работать, опираться на собственный штат, а не, скажем так, приглашать на разовые мероприятия кого-то из... Ты уверен, что он выйдет и отработает? Приглашенные извне артисты, аниматоры и вообще любой персонал, он может не выйти Ему могут в другом месте предложить зарплату и условия получше Это как бы ненадежная история Сейчас, насколько важно выделяться в этом сегменте рынка для того, чтобы привлекать внимание И, соответственно, как вы это внимание привлекаете, какие платформы информационно используете? Гостей привлекаем? Да Есть несколько каналов продаж, так называемых Это система бронирования Пояснять, да, что такое система? Ну, если можно, подробнее Да, это Букинг, Острово, Командировка.ру, вот такие вот ресурсы Есть свой собственный ресурс, как сайт и соцсети Есть турагентства и туроператоры, которые вам отправляют заявки и отправляют гостей на проживание Плюс прямые звонки от рекламы Свой сайт, аккаунты в социальных сетях, насколько они нагружены? Есть ли специальные люди, которые отвечают за эти направления? Да, у нас есть маркетолог, который, собственно, настраивает рекламные кампании И использует все инструменты, которые представляет диджитал маркетинг Собственно говоря, мы создаем рекламную кампанию Настраиваем целевую аудиторию Рассказываем в этой рекламной кампании, что у нас будет происходить Даем какие-то специальные тарифы, акции, скидки Или наоборот, просто информационный повод посетить нас И запускаем, оплачиваем рекламную кампанию И люди к нам приезжают, отвлекаются Ну вот, то, что касается ситуации до 2020 года Пользователь, он привык, что ему предлагают какие-то скидки, какие-то акции 2020 год был непростым для любого бизнеса И сейчас система демпинга, каких-то акций, каких-то скидок Насколько она распространена в туристическом бизнесе? Потому что, возвращаясь к началу нашего разговора Вы бы сказали, что все-таки бизнес старается каким-то образом отыграть свои финансовые позиции Скажем так, у всех отелей есть специальные предложения Начиная там предложения для молодожен Заканчивая предложением для пенсионеров Для людей с ограниченными возможностями Всегда находятся какие-то специальные тарифы и скидки То есть это однозначно есть, независимо от того, высокий и низкий сезон Плюс есть там такие предложения, как там При бронировании двух ночей, третья ночь в подарок Как правило, это мы подгружаем в будние дни Соответственно, как говорится, предложение всегда найдется на любой кошелек, на любой спрос Если у тебя средств поменьше, выбирай отдых в будни В будни и народу поменьше, и цены подоступнее И к вам повнимательнее отнесутся Даже так? Да, ну людей меньше, соответственно, персонал более внимательный Более... Но все-таки в процентном соотношении скидки как-то поменялись Вот если сравнивать до пандемийный период и сейчас ситуацию Базовые цены поменялись Базовые цены поменялись? Да, потому что выросла себестоимость номера Очень подорожали продукты, расходные материалы Плюс у нас дополнительные расходы возникли в виде средств индивидуальной защиты и химии Специализированной Статья достаточно приличная расходов в этом направлении? Приличная, приличная Пользуйтесь какими-то программами по помощи бизнесу, которые действуют на территории, может быть, городского округа или области? Ну мы сейчас как бы работаем над этим Нам нужна небольшая помощь в реновации подъездных путей Поэтому, собственно говоря, мы ведем определенные переговоры И, возможно, получим эту помощь и воспользуемся ей Насколько вообще тяжело фонд, который занят, содержать, совершенствоваться? Потому что все-таки поток посетителей достаточно регулярный И где-то что-то менять, где-то что-то, может быть, ремонтировать, реставрировать Это постоянная работа Это постоянная работа, на самом деле Постоянно идет обновление текстиля Ну это махра, полотенца Постоянно идет обновление посуды Пополнение посуды, потому что регулярно есть бой определенный Ну да, грязка, усушка Да, да Ну плюс плановые, там, реновационные работы Мы, кстати, за 20-й год обновили практически все инженерные системы То есть вот как раз-таки затишье в гостиничном бизнесе Помогло нам сделать паузу и, собственно, провести такие какие-то работы серьезные Которые, в общем-то, объект остановился И можно сделать только, когда объект остановит Не работает Прогноз делал неблагодарный, но, тем не менее, спрошу Какие-то моменты планирования на лето 2021 года, на осень? Ведь пока не прогнозируется открытие границ И есть ли шансы справиться с возросшим интересом? На самом деле уже можно понять, какое будет лето Уже сейчас бронируются номера на летний период Активно? Да, активно Уже у многих загрузки достигли 50% этих номерного фонда И у нас в том числе Есть определенный поток заявок от спортивного направления Загородные комплексы летом принимают активно спортивные группы То, что касается социальной направленности каких-либо программ Принимаете ли вы участие в этих проектах? Мы стараемся участвовать во всем, что нам предлагают Администрация Солнечногорска В свою очередь тоже там готовим определенные проекты Мы хотим сейчас подготовить специальные цены И путевки для многодетных, извиняюсь, семей Для людей с ограниченными возможностями Для пенсионеров Вот их как раз-таки проекты долголетия Мы под него хотим сейчас сделать предложение И как нам дали обратную связь Это интересно для администрации И возможно это как бы и людям будет интересно То, что касается кадровых вопросов Очень часто гости, которые приходят к нам И работают в сегменте туризма В сегменте гостеприимства Говорят о том, что на специализированных учебных учреждений Либо нет, либо очень мало Вот в этом отношении Как работа с персоналом осуществляется Поднимаете своих звездочек Или пытаетесь найти через рекрутинговые компании уже профи Линейный персонал мы готовы сами обучать Мы даже берем студентов на практику Которые потом к нам возвращаются На ключевых позициях руководителей Это, как правило, стараемся взять Все-таки высококвалифицированного специалиста с опытом Который полностью закрывает направление Возглавляет его Обучает своих сотрудников Ставит перед ними задачи законченные С пониманием процессов Есть определенный кадровый голос Соглашусь с коллегами Особенно в плане линейного персонала Таких как администраторы, официанты У людей завышенное ожидание от работодателя От этой профессии Или просто нежелание? Я буду сейчас говорить от загородных отелей У нас просто есть особенность Это транспортная особенность И загородные отели Испытывают особый голод кадровый Он связан именно с тем Что не все готовы ездить на работу Не все готовы ночевать на объектах и жить Из-за этого есть определенные сложности Но ожидание зарплаты, как у всех по рынку Что в городских, что в загородных отелях Плюс-минус одинаково Я знаю, что городские отели Особенно в крупных городах Перестраивали как-то свою деятельность Вот у вас был обсервант А там сдаются под воркшопы Какие-то площади Насколько я понимаю Специфика именно загородного отеля Не позволяет вот так площади Сдавать в аренду Не совсем так Сезонно мы как-то сдаем Свои какие-то локации В плане там под тренеров Теннисные корты сдаем Они приезжают и тренируют гостей Привозят свои группы То есть это сезонные какие-то моменты Да, сезонные вещи Зимой это заходят компании Которые занимаются прокатом Снегоходов, квадроциклов Катают на лошадях Им тоже задаются там уголочек И они, собственно говоря, оказывают услуги гостям Насколько сложно для объектов Которые имеют свои границы Физические именно границы Какое-то расширение То есть вы говорите, что дать больше Да, это основная фишка Для, в том числе и загородного клуба Расширение зоны Оно вообще реально Или это там согласование Определённые границы Если вокруг нет никаких препятствий Ограничений, да, то реально Ну, тропиканы Достаточно этой площади? Площади никогда не бывает достаточно Сегодня и глэмпинг модный И какие-то там необычные беседки парковые Да, какая-то такая более интересная инфраструктура Осовремененная, да Малоархитектурные формы Надо внедрять современные на территории Конечно, территория лишней не будет И лишняя бани не будет Всё востребовано Но конкретно по тропикане, если говорить То у нас с одной стороны лес С другой стороны дачно-коттеджное То есть здесь лесной фонд, да Здесь частная собственность А с другой стороны Там земля с ограничением В плане там проходит коммуникации То есть, насколько я понимаю Увеличить номерной фонд Достаточно сложно будет Номерной фонд сложно, да Ну, это надо строить отдельное здание корпус Ну, это практически нереально Как-то расширять своё воздействие В других городских округах Экспансия планируется Или пока нет необходимости? В далёкой перспективе планируем Из команды сформировать управляющую компанию Да, то есть внедрить свои какие-то стандарты, правила Ну, как только заработаем определённый авторитет на рынке Я думаю, что мы к этой задаче приступим Ближайшие планы и мероприятия Хотелось бы о них услышать чуть более подробно Тем, кто планирует, может быть, там завтра позвонить вам и приехать в гости Ближайшие планы – это всё-таки проводить масленицу, жечь чучело Так, ну, об этом, да, мы узнали А весенние какие-то, может быть? Весенние ждём гостей на каникулы У нас идёт активное обновление номерного фонда Мы сделали ремонт, у нас будут свежие, красивые, чистые номера Также мы провели реновацию банного комплекса и хамаму Людям будет там комфортно, уютно Прочувствуют весь аромат бань и хамама Ввести сезонные меню и предложения Ввести дополнительные активности в прокате Мы вот купили лазертак, казалось, что востребованная услуга Обновили тир новым оборудованием, арбалетами и ружьями Ну, много чего задумано на самом деле Но всё стандартно из сферы гостеприимства, только улучшенного качества Анна, непосредственно для вас есть какая-то любимая локация на территории Тропикана парка? Да, есть ресторан, у нас очень вкусно У нас правда очень вкусно У нас очень серьёзный шеф-повар с хорошей школой Очень много авторских блюд И это наш конёк на самом деле Гости часто хвалят ресторан Ну, тогда давайте напоследок Хит-парад для вашего посетителя Как говорится, карточка must-have Что необходимо, чтобы оставить хорошее впечатление о Тропикана парка Посетить, что себе обеспечить, что выбрать? Ну, надо однозначно заказать номер повышенной категории, лучше тематический Дальше забронировать себе дорожку в боулинге Всё-таки это интересная игра Научиться помогут? Помогут научиться, проинструктируют Всё доступно, всё автоматизировано, всё наглядно Дальше забронировать столик в ресторане Альмека Попробовать пиццу в ночном клубе Поучаствовать во всех конкурсах наших И всегда те, кто участвует в наших конкурсах, получают призы В виде дополнительных суток проживания Подарочных сертификатов на получение наших активностей На участие в наших активностях И посещение дополнительных каких-то зон Ну и, в общем-то, быть активными в соцсетях То есть получается, что положительные эмоции обеспечены в любом случае Вот при этом алгоритме, да? У нас бизнес такой, на самом деле У нас бизнес с положительных эмоций Люди настраиваются приехать отдохнуть Как-то отключиться от своих проблем Повседневной жизни, бытовых своих каких-то сложностей Ну, повседневности уйти Поэтому у нас изначально бизнес на то, что люди приезжают за положительными эмоциями настроем Ну что ж, отправляйтесь, уважаемые радиослушатели И вы за положительными эмоциями в парк-отель Тропикана Я напомню, что с исполнительным директором загородного комплекса Тропикана Парк Анной Потаниной Мы сегодня беседовали в рамках программы «Бизнес-ланч» Бизнес-ланч «Бизнес-ланч» 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 «Бизнес-ланч»